Добрый день, мы продолжаем освещать выборы президента страны в Республиканском медиа-центре заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Иван Михайлович Андрозов. Иван Михайлович, утром Вы отметили, что проголосовало более 10% якутян на этот час. Сколько уже проголосовало жителей Республики? Добрый день, уважаемые жители Республики, уважаемые журналисты. Ну, проголосование идет активно, и по темпам мы видим, что сегодня по состоянию на 12 часов дня у нас проголосовало 28,12%. 28,12%. Всего 178 456 избирателей пришли на избирательные участки. Ну, опять же, мы сравниваем с 2019 годом, и по сравнению с 2019 годом, в 2019 году было в это время 24%, а у нас 28%. Поэтому, ну, сравнительно, можно сказать, что активность также стается преобладающим. Перед Бурбалцем, Альбийский район. Значит, у них 40,25%, а у них в 2019 году было 48,66%. Значит, Алданский район очень активно, как я уже отметил, 27%. Алданцы голосуют 8,714 избирателей по состоянию на 12 часов. Значит, из сельских районов идет впереди Амга. Амгинский район 47,22%, 4580 голосующих. Значит, Ленск еще прибавил. Значит, в Ленске по состоянию на 12 часов вышли 37,07%. Это 11,419 избирателей из 34,534. Значит, Нерингры у нас голосуют. Нерингры вышли 13,654 избирателей. Это 25,3%. Значит, еще у нас, так, Нерингры, Мирный. Мирный голосует. Мирным вышли 13,922, 25,67%. Так что, в Якутске у нас вышел 18,05%. В Якутске вышли 35,213 избирателей. Вы сказали, что у Амгинского района хорошие показатели. Как раз-таки сейчас Амгинская ТИК у нас на связи. Александра Петровна, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. Как у вас проходит голосование? Что вы можете отметить? В Амгинском улучшили всего 17 участковых избирательных комиссий. Все начали работу своевременно в 8 часов утра по проведению выборов президента Российской Федерации. Всего избирателей 9699 человек. По состоянию 19 часов дня проголосовало 4580 избирателей. То есть это составляет 46,26%. Ну, явка, конечно, активная. У некоторых участковых избирательных комиссиях высокие. Например, в Амгинской участковой избирательной комиссии уже в 19 часов проголосовало 92% избирателей. В Сатагайском участковой 64%, в Амгинской 76%, в Бетюнской 56%, в Самарсунской 69%. Вот выборы идут в очень праздничной остановке. У избирателей настроение бодрое, хорошее. Три часа ждем еще более высоких показателей. Спасибо. Спасибо. Более 92% в поселке Дерин уже почти завершается, можно сказать, в этом участке. Так, значит, ну, поступают телефонные звонки, значит, обращение, значит, поступило, поступил звонок по телефону, нет интернета, нет факс, не работает факс поселка Якокут Алданского улуса. Значит, жители Якокута голосуют в поселке Ленинское, это 28 километров, дорогу перемело ветром, обещали почистить и не почистили. Ну, конечно, мы этот вопрос перенаправили к главе улуса Алданского, и сейчас там меры принимаются. Вот, еще, значит, обратился дьякона Павел Павлович, проживающий в селе Майя, Мегина-Кангаласского района. Суть обращения в супруги Склябина и Бдакия Васильевна из Брязан-Стаски не разрешили голосовать. Вот, и, конечно, мы этот вопрос выяснили. Оказалось, что, значит, избиратель Склябина на избирательном участке не предъявила паспорт и устно сказалось, что место регистрация в другом месте. Поэтому, ну, дано указание вот нашему председателю ДИК, чтобы выяснили срочно, находится ли в списке товарища Склябина, в списке избирателей. Итак, последние данные о ходе голосования на территории республики. Только что обнародованы Центр избиркомом нашей республики. Общая явка по региону 28,12%. Ну, а если говорить по крупным промышленным городам, то данные следующие. На первом месте по явке это Ленский район 33,7%. Алданский район вслед за Ленском 27,12%. Мирненский район 25,67%. Нерюнгре 25,0,3%. Ну и пока хуже всех из крупных городов нашей республики ситуация в городе Якутске 18,05%. Но мы продолжаем следить за ходом выборов и сейчас узнаем, как проходят выборы в самом восточном регионе России Чукотка. С нами на прямой связи из Анадыря депутат Государственной Думы Валентина Рудченко. Валентина Васильевна, добрый день. Как проходят выборы у вас в регионе? Добрый день. Выборы у нас проходят на Чукотке очень организованно. Несмотря на то, что сегодня у нас сильнее пурга в городе Анадыре у нас где-то 28 и больше метров в секунду пурга. Но тем не менее у нас пошли навстречу владельцы такси и предоставляют по вызову бесплатно такси на избирательные участки. И там, где не работает такси, тем не менее наши граждане очень сознательно подошли к выборной кампании. И, как вы знаете, на 12 часов у нас уже проголосовало 47,3% это почти 16 тысяч избирателей. Лидируют у нас отдаленные районы такие, как Эдвикинос. Это бывший и ультинский район, теперь городской округ Эдвикинос. Там уже проголосовало 67%. А в некоторых населенных пунктах таких, как Нутепельмин 93% из этого городского округа Банкареми 85%. Также хорошие результаты у нас в Чуковском районе это самый северо-восточный район нашей России. Там проголосовали на 12 часов 62%. А такие населенные пункты, как Нешка дали уже 92% на 12 часов. У Елен и Нурмина по 76% пришли на избирательные участки. Валентина Васильевна, спасибо. Еще один вопрос. Все-таки как цифры цифрами, ну а как настроение у людей, которые приходят на избирательные участки? Настроение у людей очень хорошее, праздничное. Вот несмотря на то, что, как я сказала, у нас очень сильная фурга, но тем не менее люди приходят, люди все обожживленные. Игра музыка у нас в городе Анадыре, в общем-то, даже фургане может эту музыку задушить. Приходят с детьми, приезжают на тактики, как я говорила, приходят с детьми, дети получают у нас сладкие подарки. У нас приехали артисты Трофимов, город 312, и будут концерты. У нас не так часто в Анадыре приезжают звезды, но вот на выбор у нас приехали звезды, и избиратели, жители города получают билеты на эти концерты. То есть все сознательно, без принуждения приходят в очень хорошем настроении. Работают торговля, проводят различные конкурсы, концерты самодеятельности. То есть все сделано для того, чтобы несмотря на погодные условия, несмотря на дальнейшую кругу, настроение было хорошее, праздничное. Все поздравляют с праздником для веселей нашего округа. Это действительно праздник, и поэтому все у нас проходит хорошо. Спасибо. Спасибо большое, Валентина Васильевна. Спасибо большое, Валентина Васильевна. Дай Бог, чтобы погода на Чукотке наладилась. Я еще раз напомню, что на прямой связи из Анадыря был депутат Государственной Думы Валентина Рудченко, которая рассказала, как проходят голосования у наших соседей по Дальневосточному федеральному округу. Спасибо.